Всем привет! В эфире Универ Ньюса в студии Анастасии Иванова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Казанский федеральный университет. Делегация Китая во главе с председателем парламента Китайской Народной Республики господином Ли Чжэньшу посетила Казанский федеральный университет. Гости, которых сопровождал председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухамедшин, ознакомились с традициями и историей вуза. Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров рассказал гостю о том, каким образом выстраивается работа вуза сегодня. Гости оценили экспозицию музея, после чего направились в императорский зал, а также осмотрели мемориальную аудиторию номер 7. Ректор Кафу Ильшат Гафуров показал, за какими партами, будучи студентами в разные годы, располагались и слушали лекции Лев Толстой и Владимир Ульянов Ленин. Владимир Ленин до сих пор является ключевой фигурой в системе ценностей КНР. Именно поэтому, сразу после записи в книге почетных гостей, ректор Кафу подарил председателю постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР копию заявления Владимира Ленина для поступления в Казанский университет. Основная цель визита делегации в Казань – расширение межпарламентских связей и укрепление межрегионального вектора сотрудничества двух государств. В Казанском федеральном университете впервые вручили премию имени Дмитрия Мэйера за выдающиеся достижения в области гражданского права. Премия будет вручаться рад два года попечительским советам, достойным людям, внесшим вклад в юридическую науку и практику. Подробности смотрите в следующем сюжете. В Казанском федеральном университете впервые вручили премию имени Дмитрия Мэйера за выдающиеся достижения в области гражданского права. Премию получил государственный деятель Павел Крашениников из рук Ильдара Халикова, члена попечительского совета юридического факультета Казанского федерального университета. Кроме этого премия посмертно была присуждена доктору юридических наук Михаилу Челышеву. Сегодня конференция посвящена 200-летию Дмитрия Ивановича Мэйера. Я давно занимаюсь историей Дмитрия Ивановича и его работами. Поэтому, собственно говоря, я считаю, что это отец русского гражданского права. Это великий человек, который после знаменитого свода законов Российской империи, в общем-то, перестроил преподавание, науку, практику юридическую и, конечно, величина мирового масштаба. В честь 200-летия со дня рождения профессора Казанского федерального университета Дмитрия Мэйера была учреждена медаль имени Дмитрия Мэйера и премия, которая будет раз в два года вручаться попечительским советам. Дмитрий Иванович – выдающийся русский цивилист, основатель Отечественной цивилистической школы и Казанской юридической школы, профессор Казанского университета, который заложил основы юридической науки, развиваемой в Казани по сей день. Уверен, что опыт по возрождению и увековечению памяти выдающегося русского юриста, профессора Казанского университета Дмитрия Ивановича Мэйера, явится не только новой вехой в развитии нашей цивилистической школы права, но и еще одним шагом на пути становления Казанского федерального университета в качестве международного научно-образовательного центра в области юриспруденции. Объединяющим мероприятием для юридического сообщества России и зарубежных стран на празднование 215-летия Казанского университета и 200-летия со дня рождения Дмитрия Мэйера стал симпозиум журналов «Вестник гражданского процесса» и «Вестник гражданского права» на тему «Цивилистическое право и процесс. История современного состояния и перспективы развития». Эльвира Зорина, Виолетта Басова, Универньюз. Учащиеся IT-лицея КФУ участники всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». Это конкурс для IT-специалистов, дизайнеров и управленцев в сфере цифровой экономики. Проект направлен на выявление талантов и формирование сообщества лидеров цифровой экономики страны. Более подробно смотрите далее. В Международном выставочном центре «Казань-Экспо» сортовал финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». В нем принимают участие свыше 300 специалистов в области программирования, дизайна и управления проектами из 77 регионов России, в том числе и из Татарстана. В их числе и учащиеся IT-лицея Казанского федерального университета. Мы говорим спасибо, что вот такое знаковое событие для всей нашей страны проходит в нашей республике. Любой регион, для него большая сеть увидеть таких людей, потому что те задачи, которые стоят перед нашей страной, перед нашими регионами, компаниями, органами госуправления – это цифры. И это можно реализовать только благодаря вот таким продвинутым молодым людям. А здесь лучшие из лучших. «Цифровой прорыв» – это конкурс для IT-специалистов, дизайнеров и управленцев в сфере цифровой экономики. Проект направлен на выявление талантов и формирование сообщества лидеров в цифровой экономике страны. Я приехал на «Цифровой прорыв» для того, чтобы развиваться именно в эти направления и получить какой-либо скилл, а также проявить свой скилл, который у меня уже имеется на данный момент. «Цифровой прорыв» будет четыре стрека – это олимпиадное программирование, бизнес-трек, робототехника и админтрек, то есть системное администрирование. Лицеистам предстоит пройти этапы двух соревновательных дней – 27 и 28 сентября, а именно четыре трека. Задание направлено на проверку знаний курса школьной информатики. «У нас есть огромное количество знаний в робототехнике, в бизнесе. Нас бизнесу также обучают в IT-лице и в программировании, естественно, тоже. Готовились мы около двух-трех месяцев усердной подготовки. Надеюсь, это не пройдет даром, и мы победим в этом хакатоне». Кроме того, в рамках финала для участников будет организована образовательная программа, в которую включены мастер-классы, воркшопы и лекции по 18 направлениям. Публичные выступления, работа в команде, сквозные технологии, построение бизнес-модели и многие другие. Лилия Талибова, Виолетта Басова, Универньюс. Старейшая турфирма мира Томас Кук объявила о своей ликвидации. Это один из крупнейших туристических холдингов Европы. Подробнее об этом смотрите в следующем сюжете. Старейшая турфирма мира Томас Кук объявила о своей ликвидации. Это один из крупнейших туристических холдингов Европы, созданная на базе британской фирмы, основанная Томас Куком в 1841 году. Холдинг управляет туроператорскими и принимающими компаниями, которые отправляют клиентов на отдых и обслуживают их на курортах. А также он имеет собственные гостиничные сети и авиакомпании. Это действительно сильное потрясение для, в первую очередь, европейских, как туристов, так и специалистов туристического бизнеса. Мы потеряли старейшего и крупнейшего туроператора, который осуществлял туры по всему практическому миру. Свой бизнес компания вела в 16 странах, в том числе и в России. Общее число обслуженных клиентов за год 22 миллиона. А закрытие компании коснется 600 тысяч клиентов. За границей оказались 150 тысяч британцев, отдых которых Томас Кук прекратил оплачивать. Клиенты российских туроператоров защищены законом об основах туристической деятельности в Российской Федерации. Были ужесточены меры по регулированию и страхованию, собственно, ответственности туроператоров. Конечно же, наши туристы застрахованы. Однако вызывают большие вопросы суммы страховки, которую надо однозначно уточнять. И хватит ли этой суммы страховки для покрытия всех расходов наших туристов. Учитывая все-таки то, что сейчас у нас невысокий сезон, количество пострадавших и не получивших финансовое возмещение за потерянный тур, оно будет незначительным. Туристические фирмы начинают исчезать и заменяются новыми, большей частью в онлайн-пространстве. Главной причиной закрытия туристических фирм является самостоятельная организация поездок. Это некая трансформация бизнеса, и это просто конкретные неверные решения руководства в плане выбора направлений, в плане выбора объемов на этих направлениях. У туроператоров выбор направления и количество так называемых туров, которые они будут предлагать, должно скорректироваться за очень большой промежуток времени до начала этих туров. И предугадать, что будет через 3, 4, 5, 7 месяцев, через год, очень сложно. В более долгосрочном перспективе крах корпораций может затронуть туристические секторы на крупнейших направлениях компании, таких как Испания и Турция, и привести к закрытию сотен турагентов, работавших с Томасом Куком. На этом все. Смотрите нас в социальных сетях. Еще увидимся!